Всем привет! Сейчас пойду на прогулку в лес и заодно расскажу вам 10 причин, по которым мне стоит переезжать в Норвегию. Не упасть бы мне сейчас тут! Скользко! Всё, встаю, всё хорошо. Первое, значит, это, конечно же, язык, потому что без норвежского языка вам будет сложно здесь устроиться на хорошую работу, особенно если вы по профессии врач или бухгалтер, например, то норвежский язык обязательно нужен здесь. Поэтому если вы собираетесь переезжать в Норвегию, будьте готовы к тому, что вам придётся изучать новый язык абсолютно с нуля. Второе, это погода. Погода в Норвегии очень переменчивая, здесь нет никакой стабильности. Летом может быть как плюс 25 солнечно, так и плюс 8 дождливо. Дожди здесь, кстати, частое явление. Ну, а если говорить про север Норвегии, то там вы должны быть готовы к полярной ночи и к полярному дню, что тоже не есть легко пережить. Смотрите, какой снег! Класс! Третья причина, это еда, потому что норвежская кухня и разнообразие продуктов в магазине очень скудны, и вы однозначно будете здесь скучать по привычным вам блюдам и ингредиентам. Плюс ещё в Норвегии очень развита культура быстрого питания, потому что сами норвежцы считают, что тратить время на приготовление пищи – это пустая трата времени, и часто отговариваются, что у них просто нет времени, в результате чего они едят очень много суперпереработанной пищи, это соли, сахар в итоге и трансжиры, из-за чего как результат у народа всё больше и больше появляются проблемы с ожирением и лишним весом. Смотрите, какой шалаш тут среди леса я нашла! Ооо, там можно зайти! О, даже их есть! Посмотрите только на эти чудные ёлки! Какая красота! Четвёртое – это интеграция. Вам придётся серьёзно и усиленно работать над интеграцией в этой стране, но при этом норвежцам вы никогда не станете. Вся активность здесь, культурные мероприятия и клубы по интересам – всё, как правило, на норвежском языке, поэтому найти новых друзей будет сложно, и, скорее всего, вам будет не хватать ваших старых друзей и семьи, в результате чего вы будете чувствовать себя здесь одиноко. Пятое – это табачные изделия и алкоголь. Если вы курите и любите выпить, то это удовольствие вам тут будет стоить дорого. Например, пачка сигарет стоит 150 крон, а бутылка виски – 500 крон. Ну вот и считайте сами, сколько денег вы будете тратить на свою зависимость. Какой камень нашла! Попробуем на него забраться. Значит, шестая причина. Шестая причина – это досуг. В Норвегии очень слабо развита культура вечеринок, зато сильно развит активный отдых. И если вы человек, которому не нравится активный отдых, то эта страна вам может не подойти. Летом норвежцы очень много ходят в походы, зимой на лыжах катаются всей семьей. Не сказано, конечно, что вам надо делать то же самое, но это часть норвежской культуры. Буду слезать. Аккуратненько. Наверное, на попе. Опс! Седьмое – это воспитание детей. Если вы привыкли воспитывать своих детей, применяя физическое или даже психологическое насилие, то он точно не стоит переезжать в Норвегию, потому что тут к вам будет пристальное внимание, и у вас будут проблемы с инстанциями по защите прав детей. Но если вы детей своих воспитываете, соответственно, с норвежскими законами, то проблем, конечно же, у вас никаких не будет тут. Восьмое – это водительские права. Если вы живете не в большом городе и не имеете водительских прав, то отправиться с пункта А в пункт Б будет очень сложно и долго, потому что общественный транспорт ходит тут редко и не везде. Поэтому практически каждый норвежец имеет автомобиль в семье, и молодежь при первой же возможности тут сдают на права. Присяду-ка я сюда и расскажу вам про девятую причину. Девятая причина – это неспешность норвежцев. То есть в Норвегии вам придется научиться ждать, ждать всего. Потому что, например, чтобы привести интернет к дому, вам придется ждать примерно три месяца. Чтобы попасть к врачу-специалисту, тоже примерно три месяца ждать придется. Если вы захотите вызвать сантехника, электрика, вообще рассчитывайте на то, что они о вас забудут, и вам придется о себе напоминать несколько раз им. В госучреждениях рассмотрение всяких заявлений тоже может занять больше времени, чем это по закону предусматривается. И тут, к сожалению, нет такой возможности, чтобы заплатить за срочное рассмотрение. Все одинаковые, все равны перед законом. Ну и последняя причина – это норвежская высокомерие по отношению к другим культурам. Было сделано исследование, где людей опрашивали, насколько они согласны с утверждением, что наши люди не идеальны, но наша культура превыше всех. И как вы думаете, норвежцы, конечно, заняли первое место. И да, норвежцы действительно считают себя очень крутыми, считают себя лучше других. Они тебе прямо в глаза об этом не скажут, но между собой они об этом говорят, да. Так и есть. Прогулка моя подошла к концу, и погода вроде уже улучшилась. Синее небо. Правда, наверное, ненадолго. Спасибо, что были со мной во время этой прогулки. Надеюсь, вам понравилось. До встречи в следующих видео. Блин, я сошла с тропинки, и теперь мне приходится по склону опасному сползать. Не, наверное, мне надо искать другой путь. Потому что тут очень скользко и опасно. Пойду на разворот. Так и как раз. Потом, раз. Спасибо. Пока. Продолжение следует...